Не так много времени остается до последнего звонка и наступления долгожданной поры летних каникул, когда дети смогут хорошо отдохнуть и восстановить свои силы. Но у лета есть и другая сторона. На дорогах, игровых площадках, у различных водоемов детей, к сожалению, может подстерегать какая-либо опасность. Как предотвратить угрозы для детских жизней и здоровья, об этом шла речь на районном родительском собрании. В зале городского дома культуры собрались директора школы, их заместители, руководители служб, родители, чтобы вместе обсудить те проблемы, перед которыми оказывается современный школьник. Лето на Кубани скоро уже вступит в свои права. Самое долгожданное и прекрасное время года вместе с тем может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается детей, у которых появляется слишком много свободного времени. А если ослабевает родительский контроль, то ничего хорошего ждать не приходится. Мне бы хотелось, чтобы у нас получился доверительный разговор, и чтобы мы честно друг другу сказали о тех проблемах, которые существуют. Ну и самое главное, конечно, попытались найти пути решения. Своевременные профилактические меры, постоянная совместная работа сотрудников образования, правоохранителей, представителей местных властей и родителей способны предотвратить серьезные проблемы. Сегодня мы будем подробно и много говорить именно о родительской ответственности за детей, о том, как должны сотрудничать родители, учебные заведения, органы профилактики, как должен быть организован учебный и внеучебный процесс, как обеспечить безопасные условия для жизни. Серьезный уровень разговора, заданный Романом Синеговским, был продолжен в большом и глубоком докладе заместителя главы Славянского района по социальным вопросам Виталия Титаренко. Летние каникулы для ребенка – это, конечно, время счастливое и беззаботное, для взрослых – это серьезная, напряженная, ответственная работа. Обучение и воспитание детей летом, оно продолжается, но в иных формах и условиях. Поэтому вопрос организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей отводится больше внимания. Успех его зависит в значительной мере от согласованных действий нас, уважаемые коллеги-педагоги, и вас, уважаемые коллеги-родители. Для того, чтобы детство в нашем районе было действительно счастливым и безопасным, нужно хорошо поработать всем. Делается по всем направлениям действительно много, но не стоит самоуспокаиваться. О профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними и ответственности родителей и должностных лиц образовательных и воспитательных организаций шла речь в выступлении руководителя Славянского межрайонного следственного отдела. Очень актуальная информация была озвучена и начальником отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по предотвращению дорожно-транспортного травматизма. В проекте резолюции предусмотрены меры по проведению разъяснительной работы с родителями. Нужно взять под особый контроль качество и охват профилактических мероприятий, укреплять взаимодействие семьи и школы. Только совместные усилия смогут предотвратить проблемы с безопасностью детей. Работа же школы, семьи всякие бывают разные. То, конечно, помочь тем семьям, где и родители нормальные, но сильно заняты. Поэтому, чтобы... Это занятость. А занятость должна быть, чтобы детям было интересно. Вот когда вот это будет, дома воспитание и занятость в школе, проблем никаких не будет. Все будет прекрасно. Если о проблемах, о которых говорим мы, директора и учителя, будут говорить еще и родители, то, наверное, основная масса родителей будет воспринимать это немножко иначе. Поэтому, да, это очень полезное собрание. Безопасное детство – задача для взрослых. Так называлось прошедшее собрание. И летом всем придется очень постараться, чтобы эта задача была успешно решена. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».